Сейчас он мой брат рисовал, а это я. Ты рисовал, а это брат мой рисовал. Там запечатан все так, секретная информация. Люди, выступившие инициаторами сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО, не являются членами какой-либо общественной или коммерческой организации. Все, что их объединяет, это телеграм-канал с говорящим названием «Надежный тыл» и горячее желание помочь тем, кто сейчас на передовой. С октября 2022 года наша группа отводит лично в руки ребятам, не передавая через кого-то. То есть мы это все перегружаем, подписываем по подразделениям той части, которую мы курируем, и отводим лично ребятам за ленточку. Точку по сбору помощи решили сделать в одном из дворов микрорайона Государев дом. Узнав об инициативе жителей, организационную поддержку оказали и представители местной управляющей компании. Мы находимся сейчас в такое время, и невозможно не реагировать на хорошие, добрые позывы людей. Благодаря ребятам, которые сейчас находятся на СВО, мы здесь имеем возможность жить тихо и спокойно. Сбор начался в 11 часов, и уже через час можно было увидеть внушительное количество разнообразных пакетов и коробок. Впрочем, как оказалось, не во всех случаях важен объем и вес. Письма детские нужны, очень нужны и важны. Конечно, они когда читают, действительно у ребят прям слезы на глазах наворачиваются. Поэтому письма детские – это то, что им надо. Естественные маленькие жители внесли свой не менее ценный вклад в сбор гуманитарной помощи бойцам СВО. Несколько коробок принесли представители дошкольного отделения Лопатинской школы. Кроме продуктов, в них и моральная поддержка. Мы передали письма, рисунки наших воспитанников. Мы очень старались, настолько вдохновленные они все это делали. И сами тоже передавали, говорили, победа будет за нами. В группу «Надежный тыл» входят по сути обычные люди. Например, водитель Виталий Абрамов занимается строительством. В этот раз вместе с товарищами в зону СВО помимо гуманитарной помощи, собранной жителями Государева дома, он перегонит этот автомобиль. Поступила заявка от ребят, что нужно дизельный, пикап, полноприводный для нужд фронта туда прямо на самый передок. Этот автомобиль мы нашли, нашли его под Санкт-Петербургом, съездили, забрали. Вот на следующей неделе он уже будет у ребят. Представители группы «Надежный тыл» отправятся в места проведения специальной военной операции, чтобы передать собранный груз в первой половине ноября. Максим Козлов, Гульнар Абалаева. Видное ТВ.